Но вот сквозь этот туман галлюцинации в российском телевизоре изредка пробиваются тоненькие лучи к реальности. Для этой цели этот лучик реальности могут нести далеко не все. Для этой цели существуют отдельные люди, пожалуй, даже вот один отдельно взятый человек – это полковник Ходоренок. Причем не столько о каких-то деталях, сколько тут во всем деле ведь важны тенденции. Вот как оно будет выглядеть сегодня, не столько сегодня, сколько через месяц, через два месяца, через квартал. Вот уже начинаю, я думаю, они уже есть на Украине, уже, видимо, начинается определение целей, разработка полетных заданий, я имею в виду ракеты АТАКС. Тем более, как мне представляется, вначале поставлена первая модификация, с данностью стрельбы 165 километров из кассетной боевой части. Ну, это только первый этап. А потом последует и 300, и моноблочная боевая часть. Опять-таки немцы подтянутся со своими Таурусами после поставок американских ракет АТАКС. Это я все говорю не в плане, что жуть тут нагоняю какую-то. Нет, просто... Нет, нагоняете. Нет, к этому надо быть. А потом, не говорите, что я этого ранее не рассказывал. Это первый момент. Теперь говорят, F-16 поступит в 2024 году. Ну, представляете, это какой-то такой далекий год. До три месяца уже осталось. Уже экипажи готовятся. Это уже не успеешь два раза сбоку на бок повернуться, уже F-16 подоспеют. С противокорабельными ракетами, с ракетами Таурус, с Кальпами и Штормшеду. И на Черном море вообще не останется ни одного места, где мог бы укрыться наш крупный надводный корабль. Вот тоже эти обстоятельства надо иметь в виду. И опять-таки, это я рассказываю не для того, чтобы тут панику двумя руками сеять. Готовиться к этому надо и иметь это в виду обстоятельства. И последнее, наверное, что следует сказать. Вот не надо каких-то вот, иногда вот формулировать каких-то вот шапкосагитательских настроений, там, хвастливых, там. Типа, да все сейчас сожгем, все уничтожен. Послушаешь некоторых представителей экспертного сообщества, так, наверное, за всю историю мирового танкостроения не было более неудачного танка, чем М-1 Абрамс. Ну, наверное, это все-таки не так. Даже в том эрзац-варианте, который он поступает на Украину, даже в том количестве, опять-таки, вот когда некоторые говорят, дай-ка мы им глаза откроем, там, этим украинцам, что он и тяжелый, там, и почва у них такая, и система техническая. Как будто этого они не знают. Это первый момент. А второй момент, опять-таки, надо всегда видеть тенденцию. Сегодня 15, завтра 150. Сейчас освоят, развернут все необходимые элементы. Вот это надо иметь в виду. Ну, и опять-таки, значит, говоря о западной финансовой помощи, когда поступает информация о крупных разногласиях между различными партиями, там, в Конгрессе, в Сенате США, давать, не давать, сколько давать, у нас есть дело более важные дела. Но это вообще перебранка, это только милые броняться, только тешиться. Все-таки шансов на то, что она существенно сократится, вот по моим предположениям, она может сократиться только в том случае, если там окончательно убедятся, нет, сколько не давай, они победить не могут, это первое обстоятельство. А второе обстоятельство, вооруженные силы Украины от ударов российской армии потерпят такое сокрушительное поражение, что вопрос о дальнейшем финансировании отпадет сам по себе. Ну, последняя фраза явно была ответом на страдающее выражение лица Скобеевой, которое просто вот откровенно, как будто у нее прям вот больной зуб вырывают, когда она слушала Ходоренка. Ну, вот действительно, это одно из редких пробиваний реальности сквозь этот туман, туман галлюцинаций. Ну, и вообще в целом российские пропагандисты очень ерепенятся из-за того, что Европа и США не собираются прекращать помогать Украине. А Скобеева просто на наших глазах видно, как она страдает от того, что американцы недостаточно мучаются, недостаточно страдают. Надо их финансировать. Вот не надо себя в этих иллюзиях тешить. Вот сейчас у нас такое в СМИ, понимаете, вот американцы отказываются, Европа устала, эти там все устали от... Нет. Я не пойму ни одного. Вот скажите мне, почему Соединенные Штаты прекратят их финансировать? Устали что ли? У них плохо с экономикой? Да нет, конечно. Ну, они же откровенно говорят, прорываются эти вещи, что отлично, русские воюют с русскими, убивают русских. Там огромное количество кладбищ. В какого перепуха они будут это прекращать? Мне, например, непонятно это. И они обязательно это будут делать, потому что у них цель. Они себе это поставили нигде не скрывать. Далее они в обязательном порядке добавляют. Одни убивают других, русские страдают, армия истощается, а американцы при этом живы. Надо что-то такое предпринять, чтобы начали страдать и американцы. Я не знаю, где тут баланс, чтобы не началась после этого ядерная война, но очевидно, до тех пор, пока мы что-то подобное не предпримем, им все это в самом деле... Под каждым словом подписывай. Выгодно. Увы и ах. Ну вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok